ты в эфирном пространстве хорошо тогда насчет 3 найди в эфирном пространстве эфирное тело татьяны татьяна 1 2 я увидела слышала секторе магии как бобин колдуна который кружится вокруг себя как этот как шаман потом вот так как-то пошло 1 2 3 и картинка как поднимают вот это вызывание тухов и вот на библии и изображение вот так все покрылось черное как это с такими коричневыми узором так сейчас я поднимусь сверху и посмотрю вижу что вот так где сектор магии там такой как пузырь такое пространство от него идет такой щит черный как стена с такими узорами и от этой стены сектор интерферентов тоже такой мешок только уже коричневый этим всем татьяна стоит она стоит глаза завязаны и от повязки в сектор интерферентов под ключ к идет а вот это все куда дальше это все закрыто и она стоит и после нее стоит такой мальчик худенький как палочка и она его так держит руки у у него на голове а он так и до пояса не достает стоит вот так спереди возле нее считывается как сын сейчас века все программы отодвинь и считай эфирная днк татьяна ли это да это она спроси у нее разрешение на работу с ней для нее она дает хорошо так спроси у нее она и видит что в ее личном пространстве происходит сейчас да она и показывает на эту стену с узорами но такие какие-то каракули коричневые показывает и говорит что ей нужно убрать эту преграду собаку а когда я смотрю на эту собаку то увидела такую голову змеи как кобра раздутые вот эти просто перед ней вот это стоит но я и передаю информацию чтобы она поднималась чтобы это это всего лишь программа пусть из этих программ выходит и она поднялась вверх и сняла эту черную повязку и отдала этой собаки с головой змеи в рот и эта собака змея сожрала вот эта вот стена это что такое что информацию считывается экологичный барьер как эта стена влияет на татьяну с читой информации какое воздействие месяц считывается что она не видит своего прошлого нетосязания будущих событий это заключка подсознание давай тогда посмотрим когда то стена впервые в пространстве у Татьяны появилась пусть она покажет этот момент на физическом плане что происходило я вижу что она как будто бы включила радио именно радио и оттуда такие волны пошли и она говорит думает что за чушь собачья с читами к информации что это за волны которые из радио шли какое они воздействие оказывали на татьяну в тот момент считывается возбуждение любопытства познать неведомое а также информация идет укротить творца как-то записить творца или записи а без так считай информацию что в этот момент когда действует включено это радио с этими волнами происходит в эфирном плане с Татьяной я вижу что вот так я слышу что она вместе с ильей и с моной откапывает собак и я вижу что в эфирном плане она стоит как будто бы на четвереньках и все три интерферентов вот так как собаки вот так роют землю вот так она там выкапывает достал оттуда такой черную амфору черная амфора с такими вот коричневыми узорами как это штора вот вот и с этого с этой амфоры вышел дух вот и сектор принятия решений так к какому именно решению тянется читай информацию подключить помощников то есть это тот момент когда Татьяна решила призвать этих помощников спроси у нее да это притягивается на какое-то любопытство именно этот портал любопытство открыт и это притянулось это все на этот момент я вижу как вызывание духов с с библией с библией ну и этот поднимание то есть это тоже самое как бы как бы эти самые порталы открыты и по этим же порталом на это же и притянулась то есть двери уже открыты и вызывание духовные не имеет значение как их там назвать пушкина собачка там помощники шарики не имеет значения как это энергия одни и те же идут с одного и того же рукава и цель одна поглотить сознание так тогда сейчас всю эту ситуацию с Ильей с моной с радио заморозь и давай посмотрим когда Татьяна впервые вызывает духа это она говорила на этой библии пусть она покажет этот момент ты считай информацию что происходит в эфирном плане она вот так думает интересно почему они мне доверяют ну эти люди которые пришли к ней ну она молоденькая почему они мне доверяют что она дальше делает считывается возбуждает интерес она как бы испытывает себя и в этот же момент я вижу проявляется сектор миссии а в секторе миссии считывается контролировать себя и в этой ситуации происходит потеря контроля над собой и идет вторжение этого духа в момент вызывания этого духа Татьяна подписывает с ним контракт читай информацию в эфирном плане она говорит что она подписала контракт своей душой протолкнуть себя в глубины пусть Татьяна покажет момент подписания этого контракта и кто другая сторона с кем она его подписала это дух он считывается как дух безбрежья дух равнодушие к себе манипулятивный контакт это притянулось тоже на отсутствие материнской любви и я вижу что мать ее мать стоит и вот так держит ее считается темечка где седьмая чакра она тоже по сравнению с этими материнскими программами такая маленькая совсем маленькая а программы в матери звучат как упыри почему-то не один а вот так упыри так какое влияние вот этих программ матери идет в тот момент когда мать держит за темечком Татьяну читай информацию влияние на Татьяну какое буквально она теряется в пространстве теряет ориентир и теряется связь с первоисточником буквально вот так я вижу как кружится и потеря ориентира она не ориентируется в пространстве но я вижу что она информацию считывает что добро что зло но перенимает карму от родителей и уже в таком маленьком возрасте у нее на ногах как гири это как говорят перекладывать больной головы на здоровую но только не на голову она перекладает ну родители а образно говоря на ноги в эфирном плане это выглядит как блокировка сознания рода и блокировка и блокировка развития рода и блокировка развития рода на момент она вообще малюсенький ребеночек и как детки так ножками дрыгают а а ее держит кто-то за ножки из сектора интерферентов как бабушка какая-то так ну это программа такая считывается родовой цикл так какое воздействие на татьяну вот этой программы бабушка в этот момент идет сочетание считывается как передача ханжества а что такое ханжество считая истинную информацию и значение этого слова скрывать себя истинного и показывать какие-то результаты показать себя лучше как бы стараться показывать жить для других угу так понятно спросила татьяны нужны эти программы жилья других ханжества так тогда пусть она своим теперешним сознанием зайдет в тот момент когда эта программа бабушка на нее воздействует пусть она откажется от всех этих родовых программ циклов я вижу она говорит я семимерная сущность и снимает себя вот эту блокировку седьмой чакры так и как будто бы такой развенчивается там портал и она берет этим вот так как эта штука это штопор которым длинно открывает и это вот вышло у нее седьмой чакры и она этим берет и поворачивает как ключом в секторе магии говорит магический проектор вот и берет и взламывает вот этот код доступа и вот эту радиолу которую она включила откуда там голос одновременно а я слышу военный голос как гитлера и вижу что имя анна такая девушка поправляет гимнастерку пояс кожаный и она так поправляет гимнастерку чтобы складочек не было так как бы по приказу смирно это какое-то воплощение Татьяны спросил и я вижу она берет вот трубку изо рта кукурильную трубку этого этого человека который там говорит этот голос Сталина и она взяла свою свой рот это нужно посмотреть или это воплощение это похоже не на воплощение а на программу это да это программа это находится в секторе магии я вижу тот сон когда он пришел и посмотрел и говорит что я перекочу перекатить что именно перекатить да что именно считать перекатить и второй сон говорит мою я вижу как они там сидят возле этой лагуны как будто бы за каким-то столиком с ильей и у них во ртах такие у нее во рту такая как будто бы она пьет сок с трубочки трубочка синего цвета и она вот так подтягивает эту синюю энергию это как программирование так оно считывается в унисон а в этот момент когда они сидят за столиком был подписан контракт считай между ними а вдруг этот илья который там сидел вот как илья вдруг он превратился в такого синего какого-то человечка с такими вот длинными ушами как хоббит какой-то и как будто он слушает ему волны такие энергетические идут в уши и и он это программа его и он слушает я слышу то что идет так что что говорит этот голос сталина этот голос он вот говорит как через такой рупор рупор как будто бы какое-то село может и была эта ситуация сейчас я вижу что была ситуация но вот она такая была село такое площадка и этот рупор говорит и говорит товарищ сталин что-то говорит а эта женщина стоит и ребенка заголовочку так держит а ребенок маленький худенький худенький так а где анна я татьяну в этой ситуации считаю а вот она эта женщина с этим ребенком и мне идет хатынь или хатынь по моему или хатынь или хатынь хатынь да так а анна это программа которая приготавливает что-то какой-то шнур который тянется к этому радио на столбе так а что это за программа анна века считай какая ее функция и цель почему она приготовляет шнур и для чего а это какая-то анекдотическая программа типа какая-то анка тоже пулеметчица то ли этого какого-то там подружка так какая-то дамочка безбашенная рассчитывается как служанка а служанка убийцы а что именно она подготавливает считая информацию вот этот проектор а в этом воплощении я вижу как моно говорит как она губы закусывает вот я вижу это и она вы так смотрит с открытыми глазами и и вот почему это проектор она вот так смотрит и это программа и считывает ту ситуацию и в этот момент я вижу в том воплощении это совершенно почерневшая девушка с этим ребенком ну вот ребеночек лет там четыре наверное сын ее идет от сектора магии вот сильный взрыв и ее вот так выбрасывает прямо в портал так а считай информацию что это за взрыв на физическом плане в чем он выражается что происходит на физическом плане момент взрыва этого какой-то подрыв информационный подрыв я вижу что куда-то людей загоняет но там и немцы и вот так они звучат фашисты и русские как бы заодно работают фронт на фронте но первые к людям их куда-то загоняет фашисты они все вот черные со стороны интерферентов а эти солдаты русские они от сталина они сектора магии они как тыл сзади но они тоже все стоят и как бы штыками повернуты к хатыни и считывается уничтожить свидетелей где в этой ситуации татьяна пусть она покажет я вижу она каком-то как маленьком помещении там очень тесно она пытается как будто бы деревянный колодец или что-то такое и она руками пытается бить и там такое маленькое окошко я вижу кто-то стоит и заколачивает это окно он держит так в зубах хвость и заколачивает такими вот досками снаружи что под такое пламя и ее душа говорит что она потеряла сына и я вижу что она вот так очень подавленная ее душа выходит с этого костра а у нее на правом плече вот так вот этот ребенок и она вместе с этим ребенком окунается туда в сектор интерферента ее буквально как тянет она вот так как завязана по сердечной чакре так как будто руки ее так связали вот так и тащит туда ведут считывается как подцеп так что там дальше происходит с душой Татьяны с читаем информацию куда она попадает и подписывает для контракта ну я вижу что над этим всем городом село насчитывается как город теперь зависает такая большая тарелка инопланетная как бы и души устремляется туда в эту тарелку там какие-то вазы как ямочки отверстия и они вот так вот все затягиваются полетели туда одни светлые а другие черные а и и душа очень черная так она тоже в эту тарелку попадает да пусть татьяна что там попадается какой-то появляется монстр это вероятно программа какая-то семиглавый монстр для семимерных сущностей она это распределитель он это все энергетическая нефтическая вот и я вижу что когда она попала туда то она как бы ложится и все ее чакры начиная от первой все все подключаются к этому семимерному семиглавому монстру так и какие-то распределения идут а какая функция этого семиглавого монстра я вижу что вот эти все чакры они движутся энергетические волны такие как цвета радуги вот от красного к фиолетовому яркие такие они сначала вот так теперь они как бы разделили такими как заборами такими заборами вот черные с такими коричневыми узорами как иероглиф и каждая чакра как бы работает сама по себе и я вижу что считывается что нет взаимодействия между эфирными телами прекратился фотонный поток каких-то жизненных частиц вот и каждая эта сфера получается обретает свой цвет вот вот эти эфирные тела обрели свой цвет разделились по этим секторам и как бы нет коммуникации так считай века информацию в этот момент когда татьяна попала на корабль она подписала контракт да она вот так здесь ее разделила а контракт звучит как подготовка к слиянию к слиянию с чем считай информацию слышу с телом антимира с телами антимира а что является телами антимира считай информацию что это за тела антимира а я так сейчас вернусь чуть-чуть назад а вот эти блокировки подсознание подсознательная память о преступлениях каждый раз когда приступала порог какой-то будто бы переступила я вижу ага понятно вот она библиотеки по моему книжечки какие-то или что-то такое ворует да вот то есть это преступление это когда человек идет на но против своей совести я вижу что это запрограммировано вот этими похитителями душ и и снова слышу ну оно звучит как коты так вот так с придыханием как-то и и века спроси татьяну за что этих всех людей уничтожили в котыне свидетели чего они свидетели так свидетели чего они были в это что там где они горели были это там как такой шар считывается что они были свидетелями кодов жизни еще раньше что-то было сейчас вернусь короче они божественные души все и они все какие-то семиформатные боги семимерные а спроси у татьяны что значит семимерные она показывает что это подготовленные она показывает что у всех вот так вот идет вот так разделение а вот а вот отсюда вот сектор принятия решений жертвы вот так такая полоса вот так каждая чакра как бы отделена такими вот полосками туда а во лбу вот здесь как такой глаз нарисованный естественный и эти полоски разноцветные как радуга они тоже такие неестественные искусственные считывается как штучные штучные так то есть также слышу белорусский синдром как бы собрали всех воедино а идет какое-то повторение удвоение чисел сначала 22 такое сияющие а потом такое 44 черная черная как такие стрелы как с а потом идет черные вот так выше 88 это уже 88 это уже вот так поднимается от сектора магии к сектору первотворца и считывается что заформатировали что именно заформатировались что информацию это хатынский синдром предателя и там проявляется снова этот человек предатель который с гвоздем во рту заколачивает вот это единственное окно через которое они могут выбраться наружу и убежать в лес и спастись а спроси сейчас у татьяны она этого человека знает в том воплощении кем он был да она его знает так а в этом воплощении спроси она его знает да это ее этот муж хасбенд понятно 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 так а вот эти вот числа 22 44 88 что они значат считай информацию почему идет вот такое удвоение вот это самое светящееся внизу которое идет в сектор интерферентов 22 считывается живые души а 44 это идет раздвоенные души и идет как информационный слепок а вот в секторе интерферентов а как считывается ставка врага это как бункере а 88 это как цикличность зацикливание увековечивание этих блокировок в подсознании которые проявляются на физическом теле также считывается этим антимиром для управления сознанием и подборки событий и ключей подборки ясно так вот этой ситуации сейчас отсоединись вернись к моменту подписания контракта Татьяны на этом корабле пусть сейчас Татьяна этот контракт покажет а ты считай информацию какие его условия самые важные я вижу что она стучит завод на душа там на корабле и она стучится как к первоисточнику ее никто не может удержать на самом деле спрашивает куда она собралась она говорит что идет домой но тут ей напоминает ее сын который вот там был вот так на плече он находится в очень низких пространствах и она как будто бы вспомнила о сыне и вот так прильнула и смотрит своими глазами в то пространство где он находится а его в эфирном плане вот так как будто бы одели на сердечную чакру как будто бы вот пробили его сердечную чакру на такой как гвоздь огромный как одели на этот гвоздь и он там прибитый лежит в позе как иисус христос как будто бы только мальчик маленький распятых так на этом кресте и она хочет ее тянет туда к первоисточнику но вот это ребенок ее пересиливает я вижу как она как закрывается этот портал первоисточнику и она возвращается сюда и она села возле ребенка и и вижу как руку положила ему на голову и сама вся дрожжевит а ребенок вот эта душа как будто жаждет жаждет и когда она хочет ему дать пить то я вижу что из сектора магии проявляется появляется это такой считывается как дурман что это за дурман кто это я вижу что это курильная трубка с этим дымом она считывается как магия насилия и обмана и проявляются вот эти какие-то войска это я вижу что это русские но они почему-то идут как сс с этими такими черными ну нашивками скажем так нашивки да и все считывается как предатели такое впечатление что они сговорились вот фашисты с красной армии или как она там называлась да да как будто бы они за одно так а считая истинную информацию они действительно были за одно в этой войне да да я вижу что вот Сталин и Гитлер они вот так вот как бы под ручку друг с другом и танцуют над над порталом таким открытым в секторе магии так а какая цель этого сговора была Сталина с Гитлентом что информация поделить мир вот как и поделить мир и я вижу что это вот этот слышу молотова риббентропа договор и вот как ее в ее пространстве вот это все как радуга все разделилась разноцветная прямо вот это как эти не буду говорить как теперь эти все радужные цвета этих имбецилов так ладно вот этой ситуации века отсоединись вернись к этому контракту и считай какие еще важные условия его есть она говорит со своим сыном и говорит а он как бы задыхается он хочет пить его душа очень плохо и он она ему говорит что нам нужно дождаться прихода светлого времени когда наступит рассвет мы выйдем из темницы и потушим огонь а что это за темница в которой они находятся спросим татьяну я вижу когда их там закрыли то на уровне психики это как будто бы вот они все 22 души они вот так как связаны в одном мешке и закрылась сверху то есть и они как бы утрамбованы все до предела в этой комнате или это домик но выглядит как какой-то деревянный домик или комнатка что-то такое это на уровне психики это вот этот пылающий огонь и это черное пространство как бы зациклило их вот там в сознании а что еще смотреть спросим вот этой ситуации отсоединись к контракту вернись который татьяна подписала с этими интерферентами да так прикажи проявиться всем другой стороне всем кто участвовал подписание этого контракта со стороны антимира я вижу что это происходит когда она к говорит а хорошо я я вернусь и вот так правой рукой она как нажимает кнопку там звучит такая знак сирена как опасность и она будет в опасную зону до этого она была свободна и ее никто не мог удержать а после этого она зашла а ей нужно отыскать сына потому что когда она пришла то она вот так посмотрела взяла в руку и смотрит а это как кожа одна оболочка а души нет то есть одно тело а душа ушла и она как будто бы в пепле ищет его так где находится душа сына читай информацию а как его зовут так его зовут желт да а 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 вот какой-то а я янтарный кам, камешек. Так. Как бы на полу. Где этот камешек находится? На каком полу? Ну там, где хатынь. Так. Что это за камешек такой? Как-то зовет оттуда. Так. Душа находится в этом камешке? Считай информацию. Сейчас я посмотрю. От этого камешка идет этот как желтый такой камешек. Как слюда или как это смола обожженная. Что собой представляет это камешка? Я подключки тянутся от него в сектор магии. Вот так чуть-чуть дальше, чуть-чуть ближе. Один тянется к этому желту. а этот отец который в зубах эти гвозди большие такие держит. Так. Он предатель. А вторая? Да, тянется вторая подключка. Считай. А считывается мать жертвенница. то есть отец насильник, мать жертва такая же как и он. И получается, что она тоже как бы вот это и снова слышу это странное слово заключка. Которая как бы заключила его в этом пространстве. Теперь я смотрю как бы да, его душа там. Я смотрю как бы его глазами. И последнее, что он видит, он видит лицо отца, который с каким-то неистовым остервенением посмотрел на него и как каменный стал и забивает этот на окно и вот под угрозой страх и какое-то предательство жуткое. Ладно, Вик, вот этой ситуацией отсоединись. Да, отсоединяюсь. Так, пусть сейчас Татьяна покажет тот контракт, который она подписала с интерферентами. Так, снова слышу, что она говорит, я вернусь, чтобы успокоить сына и его найти, вернуть его душу, разомкнуть, говорит, разомкнуть вот эту зацикленность. Хорошо. А со стороны антимира какой скрытый смысл в этом контракте считает промоцель? Считывается создать хатынский синдром, увековечить какой-то жертвенный поднос, как бы подношение поднос. Я вижу, что эти души, вот они как на подносе, на одной плоскости все стоят, и вот сверху как в мешке все завязаны. увековечить поднос программу жертвы, предателя. Ясно. Хорошо, Вика, спроси сейчас у Татьяны, видит ли она этот контракт, что произошло, какие условия контракта? Она видит, снимает эту повязку черную с глаз, и я вижу, что она убирает эту женщину, эту, я вижу, что была такая там девушка, Анна, которая выполняла эту программу, она, я вижу сейчас, что она прокладывала кабель, помогла как-то наладить связь с этим громкоговорителем, и это было предательство, потому что это был приказ какой-то, считывается как провокация какая-то со стороны Сталина. И она ее убивает это любовница. Кого? Вот почему она ее постоянно хотела убить, потому что ей нужно было ее убить еще в том воплощении. А это любовница мужа тоже в том воплощении ее? Да, вот это вот, Анна, вот это. Понятно. В этой гимнастерке вот она постоянно прихорашивается, чтобы складочек не было. И я вижу, как она как-то получается, я не вижу, чтобы это Татьяна ее убивала, но похоже, что это карма ее настигла, потому что это отделилась такая черная энергия, и ее убило, как кинжалом, и разорвалась эта связь, и этот громкоговоритель вот так перестал вещать, и вижу, что он перестал говорить, и вот этот коктейл, где эти солдаты стояли, русские, это тоже все ушло, то есть ушел этот магический сектор, и я вижу, что появляется какой-то что-то кто-то пишет, что там кто-то освобождение идет, там какой-то староста появился, который сидит как за столом, какой-то деревянный стол возле дома, и он дал бумагу в чем суть этой бумаги с читой информации? Всех освободить, я не знаю, что там, но я вижу, что и он снял свою такую шапочку с таким гербом, немецкую, и положил, и накрыл, прикрыл ею что-то, приказ, прикрыл приказ Сталина. Так, а суть этого приказа Сталина с читой информации какая? Спалить хаты. Там провокация какая-то была. А этот староста, он как бы не было проложено этой коммуникацией, никто ничего не слышал, и типа он умыл руки, он ничего не знает, и я не знаю, почему, но он сразу целуется с Татьяной, а все люди, которые там были, этот мешок вот так развязался, и все вылетели вверх. Все эти души, а она будет сына и говорит вставай, вставай, время пришло, и она вот так руками разгребает, разгребает этот пепел, пепел, нашла этот камень, янтарь. Это тот портал, какой-то портал, через который он как бы в этот мир смотрел, я не знаю, почему. Кто смотрел в этот мир? Сын? мальчик, да, у него вот в кармане этот камешек лежал, я вижу, что вероятно было связано с каким-то верованием, то есть мать вероятно дала какую-то надежду, потому что он вот так смотрел, посмотрел последний раз, и так с надеждой положил его в карман. И она через этот камень его нашла. Считывается, что пробудило его сознание и буквально достало, и он вспорхнул как такой, как мальчик-фея с крылышками такими. Это комарик или такая синтетическая душа считывается, уплощенная. Но она может все изменить, она может все, потому что это ее сын, все эти контракты расторгнуть. Да. Пусть она все контракты с этими интерферентами подписанными ее расторгнет, пусть отменит, но эту смерть она уже отменила, да, сожжение. Да. Пусть прикажет всем интерферентам убрать от нее все программы подключки от ее сына, пусть поможет ему вернуть свою душу. отменит. вижу, как эта тетка с этой гипностеркой поправила еще и ушла в портал. И вот это лицо, которое я видел сын последним ее, это его отец тоже уходит. и я вижу, она встает там на этой базе и вот так отделяет вот эти разноцветные провода. Каждый чакре отдельный цвет с такой присоской. Она это все отделяет, поворачивается, то же самое делает ее сына и поднимается вверх, и он тоже вместе с ней вот так он, как будто бы где ее ноги. Теперь он чуть-чуть повыше стал уже. Я говорю, что она может его родить заново в прекрасных условиях, отменить все эти несчастья, возобновить гармонию и целостность души ее и ее сына в том воплощении. И вот я вижу, как ее сын поднимается и вот это уходит программа желт-желт. Тоже это удвоение пошло. Как жертва палач, желт-желт. Из сектора предательства, принятия предательских решений. Вот. Угу. Хорошо, все. Пусть это она отпускает, передает его как верхнее пространство. Я ей говорю, чтобы она возвращалась к нашему сеансу. В нашей рабочей пространстве. целостность всех ее энерго структур. И теперь я вижу, она вот так держит в руке такую черную как шнурочек под крючку. Так. Кому? это уже шкурка этого Илья вот. Угу. С этими помощниками. Вот. Пусть сейчас Татьяна отменит все свои решения, начиная с самого первого. Вызывать всех этих духов, помощников Ильи. Подписываться на его канал, смотреть его ролик, если она это делала. Рассылать помощников другим людям, если она это делала. любые взаимодействия пусть отменят с этим миром. Я вижу как огромная энергия черная, как кулак с ее пространства шуганула просто в сектор магии и получил как огромным кулаком, знаешь, как боксеры бьют. Угу. Илья в этом воплощении и в том воплощении тоже. Угу. Хорошо. Она вот так очистилась и пошла. Так, себе пусть Татьяна вернет все свои частички души, весь ее потенциал со всех этих ситуаций, контрактов, которые подписала Ростов Влад. Абантимир всю карму пусть отдаст за все воздействия на нее и на сына. Да, она говорила, что я вернусь как хлопнет дверьми и вышла с этого пространства закрыла на ключ и вот так как швыронет это вниз в портал на утилизацию. Я говорю, чтобы она избавлялась абсолютно от всех взаимодействий с ее бывшим мужем, от всех программ негативных. Привязанную пусть уберет. От всех программ жертвы, подчинения агрессора и все кармические перебросы зацепки пусть убирает с ее пространство. Я вижу, что она снимает с ног такие огромные, все с такой злостью выбрасывает в портал на утилизацию, поднимается вверх. Хорошо. Порталы пусть все закрывают. Так, и там с нее много чужого сошло, как такая, знаешь, как программы, они как слизь, такими мешками просто. Забляем с ней. Так, пусть все подключки к антимиру, все эти программы пусть выбрасывают в портал на уничтожение. Пусть поднимается в самые высокие пространства, пусть наполняется в свои собственные энергии, радостью, счастья, гармонией. Ой, вижу в секторе магии такая ситуация, там какая-то восточная женщина, девушка сидела как бы на полу на таком каменном желтом и она встала, сняла такую точечку, как будто бархатная или как цветочек какой-то вот тут на третьей чакре. она снимает третий глаз, и я вижу как этот глаз искусственный такой сворачивается и утягивается туда в портал. Я вижу, она снимает такую что это такое как какие-то доли цветы, какая-то тут бахрома такое пушистое. Гирлянда? Свадьба. Это ее первая свадьба с желтом. Хорошо, пусть Татьяна отменит эту первую свадьбу и все последующие во всех последующих воплощениях, если были такие. Этот человек вот так выглядит так брови надвинуты вот так как-то вот так и такая черная не точка а какая-то полосочка как капелька между бровей. Я вижу она подключка от ее первой чакры к его первой чакре и она это отсекает я вижу как будто платье вот так опускается она для него закрыта. Хорошо. Так пусть уберет все любые привязки подключки подключки вот этого желтого за все воплощения пусть ему карму отдаст за все воплощения за все его воздействия и пусть его в портал отправляет. Да, она это сделала и я вижу как он ушел как в сектор магии и там такой огонь как костер и он там сгорает и она поднимается вверх заходит в такое светлое пространство так как сейчас выглядит эфирное тело Татьяны посмотри на нее и опиши она показывает и говорит я очень зависима и показывает подключку от позвоночника в сектор магии прикажи проявиться хозяину этой подключки кто в секторе магии находится она вот так держит рука там такие камешки кристаллики какая-то академия или университет кристалл академия вроде так Татьяна говорила так это вот этих камней она зависима спасибо нет не от камней а вот этой академии а это я так увидела я вижу из сектора интерферента такая рука протянулась и так это показывает эти кристаллы так ну на прошлом сеансе Татьяна от этого отказывалась уже но сегодня она спрашивала насчет этого камня маримар он по-моему называется как он на нее влияет он ей очень нравится ну давай сначала пусть она этого расторгнет ну у нее подключ как позвоночнику она же ее не избавилась вот она же показывает есть да так к этой академии идет да пусть Татьяна покажет тогда момент когда эта подключка впервые у нее появилась пространство что происходит я вижу как такая рука буквально вкладывает такой кристалл похожий на шишечку прямо вот сверху в седьмую чакру и эта седьмая чакра почему-то стала синяя а почему синие что это значит сочетаем формацию считывается как NLP программирование я так вижу этот цвет я вижу что там проходит тестирование на подсознательный выбор то есть эта академия запрограммировала ее на подсознательный выбор следующих каких-то шагов неправильных решений так а с этой академией есть Татьяны подписанный контракт действующий с читой информации я вижу что есть там какая-то коробочка с таким бантиком сверху как подарочная коробочка считывается что они ей предлагают эту коробочку это звучит как сверх способности сверхъестественные способности прорицательницы прорицательницы коробочку бумажка падает и там такое черное яйцо а сверху этот красный бантик какой-то как кнопочка какой-то вот как как это у нее было между глаз как цветочек такой пушистый вот такое же черное черное яйцо сверху такой цветочек какой-то пушистый как что-то такое что это за черное яйцо сочетая информация она считывается амбар так что это за амбар какие его свойства функции сочетая информация вижу что от этого яйца установлен вот контакт шестой чакре и там такой механизм в разрезе вешу похож на часовой механизм и на лабиринт и он так в голове крутится и от этого яйца как будто бы такая идет игра такая как лотерея шарики крутятся а потом куда-то падают в лунки то в такое то в такое случайный выбор и это яйцо это внутри яйца такая конструкция и передается это по телепатическому каналу и устанавливается такой же объект как импланта в голове так а в какое место в голове устанавливается имплант сочетает шестая это чакра там будет цветочек этот так какое назначение этого механизма сочетая информация этого лабиринта считывается случайный выбор подсознательный случайный выбор но почему мне вот этот казуальный субъект так казуальный субъект мнения что это за казуальный субъект мнения я вижу что этот шарик который катится там по этим лабиринтам он все равно всегда падает в одну и ту же лунку я вижу что разные разные лунки сначала и он катится вверх вниз под разными направлениями и как бы на этих дорожках их там много в разных направлениях то много таких отверстий но в какое бы отверстие оно не упал этот шарик все равно оно в один портал попадает интерферента понятно и считывается что кажущийся выбор это блокировка чтобы человеческое сознание не смогло выйти из плена антимировского так ладно вот этой ситуации отсоединись спроси у Татьяны она видит этот контракт подписанный с этой академией да видит так спроси сейчас хочет она его расторгнуть да хочет хорошо пусть она это сделает своим теперешним сознанием пусть этот контракт расторгнет и пусть уберет все эти механизмы и программы своего личного пространства она это делает я вижу что у нее буквально вот так из шестой чакры выпадает такой голубой камень а за этим голубым показывается вот выходит как бы те камни которые падали туда это ситуации вот эти кристаллы это на самом деле информационные блоки вот желтый кристалл выходит разные то есть это каждая ситуация негативная которая негативно повлияла она как отдельного цвета кристалл в эфирном плане потому что каждый цвет как и каждый звук несет свою информацию и связан с определенным полем энергетическим вот и камень как хранитель вот это как она показывает как как это торбочка как тело для души вот точно так же эти кристаллы это носители информационных блоков каких-то блоков информационных пусть сейчас Татьяна свое решение обращаться в эту академию отменит контракт и все расторгнет пусть уберет все последствия подписания этого контракта я вижу как она вытаскивает этот инструмент у себя из головы и отдает этим демоническим структурам сама поднимается вверх и выходит с этой конструкции как будто бы изнутри этих лабиринтов лабиринтов да хорошо этот весь механизм я говорю чтобы она полностью весь свой позвоночник все свои чакры все почистила от этих подключить еще подключка осталась какая-то черная энергия в седьмой чакре чтобы она это все выталкивала и исцеляла все ее пространство и наполнялась светом гармонией долголетием и восстановила свое талонное ДНК целостность всех своих чакр энергетических центров пусть восстановит все подключки пусть убьет и в этот момент я увидела как эта спичка зажглась вот этот блок хотень это все сгорело внутри и пепел ушел так смотрит эта рука которая там предлагала эти кристаллы а там одни черные никаких разноцветных кристаллов нет и она рубанула эту группу черную и она так отсохла и вся рассыпалась то есть вот эти на самом деле якобы какие-то блага которые вот эти колдонные эзотерики могут предложить на самом деле все ничто печальненько хорошо пусть Татьяна этим всем этой академии этим всем колдунам эзотерикам отдаст карму за все воздействия на нее и всяких портал пусть отправляет она это делает я вижу в том воплощении она передает информацию потому что вот здесь все освободились 22 души освободились и она передает информацию там еще есть домики с людьми чтобы все освобождались я говорю чтобы она отменила это побоище в Катыни ну пусть всем информацию передаст остальным кто там пострадал она передает она буквально у этого полицая как родственная душа вот он тоже как будто работал на два фронта только у него цель была чтобы спасти людей старосты этот и он ей из-под этой шапочки раздает эти бумажки и она всем раздает и все поднимаются и эта вся конструкция разрушилась я вижу как все это село Катынь оно все поднимается вверх передай она разрушила вот этот информационный блок потому что они этим потом ежегодные напоминалки разные день победы день смерти день того день сего это все поддержание этих негативных программ пусть Татьяна еще всем вот этим душам которые там пострадали передаст информацию чтобы они всю карму за то что с ними произошло отдали в антимир и всем виновным за это воздействие да это происходит хорошо вот этой ситуации отценились сейчас посмотри на эфирное тело Татьяны опиши как она выглядит сейчас сейчас она выглядит как ангел чему-то без кожи а почему без кожи спроси у Татьяны где кожа она говорит мое тело заменили она показывает на свое тело и кота говорит это не мое а в какой момент заменили ее настоящее тело пусть она покажет этот момент что происходило она показывает что когда ее забрали на этот объект и вот эти разноцветные разделители вот и буквально считывается что ее разделали нарушили функцию обмена как бы обмена вещей веществ вот о препятствии омоложения то есть нет коммуникации между эталонным ДНК и воплощенным телом и она показывает вот так лицо будто бы знаешь шкуру так оттягивает она говорит не мое я говорю ей сейчас чтобы она вернула свою способность взращивать свое физическое тело по эталонному образцу эталонного днка пусть себе свое тело вернет обратно она сделала себе новое тело сама сделала так слушай мы все можем делать нет так это она в эфирном пространстве сделала себе новое тело сделала себе новое тело новое тело в смысле физическое или какое спросил или эфирное новое эфирное новое тело я говорю чтобы она его срастила с физическим телом и возобновила все функции совершенного молодого здорового крепкого тела которое выстраивается по коном долговечной души долголетней или как это сказать я уже не знаю да долговечность да долговечная мне так и пришло так вот и сейчас она сейчас я вижу она поднимает свои длинные платье она такая как античная богиня вот вся светящаяся с крыльями энергосфера прозрачная вот еще с левой стороны какой-то она свое колдовство отменила в своем нет сейчас мы до этого дойдем до этих всех решений еще ну вот я вижу они все здесь висят еще так давай тогда пройдемся так татьяна говорила что она много воровала пусть она все случаи воровства начиная с самого первого все отменит штаны диски воровала одежду кошелек с деньгами документами нашла и не вернула у соседней подсолнухи фрукты воровала книги из библиотеки пусть все эти решения свои воровать отменит весь потенциал вернет себе обратно да она это сделала и вернулась вот это знаешь пришло сытость а сейчас но это как полноценность на самом деле человек по своему кону уже все имеет в своем пространстве и долголетие и красоту и все великолепие только нужно очиститься от того что мешает это все этим пользоваться ладно вот это ситуация века отсоединись так дальше такой аспект Татьяна много раз давала свои деньги взаймы пусть она сейчас все эти свои решения давать деньги взаймы отменит и вот одной женщине она давала деньги на бизнес этой женщины орше ее имя пусть она это отменит почему-то огонь уходит к этой ведьме так кармин пусть да отсекает это все потенциал свои вернула пусть возвращает да возвращает да вернула так интересно как будто мешки забрала хорошо хорошо вот этой ситуации тоже отсоединись так также Татьяна хочет отменить все свои решения давать милостыню и деньги в разные фонды пусть все свои решения эти отменят также свой потенциал со всех этих решений вернет себя обратно ага сделала хорошо вот этой ситуации тоже оценились так также такой аспект Татьяна участвовала в одной медитации где надо было узнать имя ангела-хранителя она там увидела что было написано Илья вот она это свое решение участвовать в этой медитации тоже отменит все последствия это связано с этим глазом и с этой программой так пусть отменит свое решение участвовать в этой медитации все последствия пусть уберет из своего пространства да она это сделала от этой ситуации оценились тоже так такой аспект в детстве Татьяна ловила кузнечиков папина рыбалку и живьем отрывала им ноги она хотела и хочет отменить эти все свои решения ловить этих кузнечиков и отрывать им ноги пусть все эти решения отменят отменила все эти зеленые кузнечики поскакали в сектор магии и она захлопнула этот это собачка сугроб так что собачка как будто бы она выбросила какую-то собачку ну вот Татьяна говорила что хочет освободить трех собак которые у нее были вот давай по очереди собачку чири она оставила новых хозяев пусть она это свое решение отменит оставлять эту собачку да это как будто бы она ее выбросила так 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 же так же чтобы она она отменяет она отменяет хорошо так другая собачка чила чувство вины что не попрощалась не когда-то умирала пусть Татьяна эту ситуацию тоже изменит как она хочет вот они все первая вторая а третья убежала она отменяет эти решения они все ее лицо лижут и она всех их первоисточнику хорошо информацию о своем освобождении пусть передаст вот этой ситуации тоже отсоединись так вот всех вызываний духов Татьяна уже отказалась спросил я еще раз говорю чтобы она отказалась от любого соприкосновения с антимером расторгла все контракты все гадания какие-то практики эзотерические колдовство пусть отменяет и убирает своего пространства привязки к антимеру вот ведьмина изба так вот она же проявилась она это все отменяет она прям как ворох металлолоб выбрасывает хорошо пусть отменит все свои решения делать ритуалы практики эзотерические карму все пусть за это отдает в антимер зависит от арман ложь она это сделала и пишет как записку антимеру я свободна и вижу там на этом корабле она тоже самое говорит я свободна берет за руку своего сына свободного тоже и улетает хорошо я говорю чтобы она убрала из ее пространства все эти ситуации передала информацию всем людям всем душам с которыми она взаимодействовала о ее освобождении алгоритм освобождения в наше коллективное сознание освобождение информации пусть передаст да она это делает я вижу она гладит по головке сыночка говорит это время настало я пришла за тобой хорошо теперь пусть Татьяна своих детей в эфирном пространстве родит чистыми свободными без программ без подключек к антимеру ну сына она уже еще тогда это сделала вот а у нее кто еще есть дочка сейчас как ее зовут еще не вижу нигде как зовут это Татьяна не говорила пусть она ее позовет свою дочку а то что-то обижена на мать говорит я тебе не дочь я тебе обуза пусть Татьяна сейчас передаст информацию своей дочке о освобождении пусть попросит у нее прощения если есть за что за все эти воздействия может обиды да передала я говорю чтобы она все привязки подключки убирала с ее пространства ко всем людям к детям и наполнялась энергиями любви гармонией радости благосостояния здоровья молодости и передавала во внешнее пространство всю информацию о своем чудесном освобождении вот этой ситуации оценись теперь пусть Татьяна проверит свое родовое древо пусть уберет оттуда всю эту информацию про эти все события которые у нее были про эту хатынь всякая программа антимера пусть оттуда уберет пусть передаст информацию в свое родовое древо о своем освобождении она это делает и много раз поворачивается как ее пространство какая-то программа это что в голове было я говорю чтобы она полностью вернула благополучие благосостояние своего рода свободу и гармонию а все эти чужеродные вторжения пусть отправляет в портал вместе с кармой в антимер я вижу как она закрыла свое сознание подсознание как будто бы вот самочек и этот выбросила хорошо хорошо Вика вот этой ситуации тоже отсоединись так Татьяна еще хотела помочь своему умершему дяде Миши пусть она сейчас его найдет в эфирном пространстве передаст ему информацию о своем освобождении если нужна помощь его душе пусть она поможет подняться я вижу что он в каких-то программах типа клоуна или чего-то такого как снимает такую шапку такой катил как будто бы сплюснутый шахмат шахмат такая черная белая и ну вот какие-то как клоунские наряды а он там спит в этом фоксе пусть Татьяна передаст ему информацию о своем освобождении мы тоже передаем пусть он все эти программы если хочет отказывается от них отдает в антимир все эти подключки карму пусть поднимается в светлое пространство первоисточник он какой-то капсуле времени вот это он выходит читает информации я говорю чтобы он если хочет выбирал самые высокие хорошие пространства где отдыхает душа и уходил туда и освобождался от всех подключен и закрыв портал за собой готово да хорошо от этой ситуации тоже отсоединись так еще вот такой вопрос был у Татьяны она говорила что там сын ее видел в их квартире или доме какую-то женщину или дух какой-то и Татьяна ей помогала отсылала ее к первоисточнику в светлое пространство спросил подсознание Татьяны она действительно это делала у нее получилось да получилось так и все остальные разы когда она это делала там дедушке какому-то помогала у знакомых которые ее просили ну вот так идет как-то раз через раз она имела право это делать спросил а почему нет конечно мило только правильно нужно делать чтобы не брать карму на себя передать информацию дать человеку душе выбор если хочешь выбирай если хочешь идти в самые высокие пространства если ты хочешь то ты можешь сделать а это нельзя приказывать никому хорошо но как бы нуждается в воплощенном сознании воле да ясно ясно хорошо Вика вот этой ситуации тоже отсоединись теперь пусть Татьяна своей собственной энергией наполнит все свое жилое пространство все эти пространства которые ей принадлежат все вещи которые принадлежат пусть очистит от всех негативных энергий все негативные энергии пусть отправят в портал на уничтожение порталы пусть все закрывает пусть поднимается в самые высокие пространства была еще какая-то птичка она именно проявилась с этими душами призрака и ушла хорошо это тоже был канал птички энергии она поднимается сейчас опиши как выглядит эфирное тело Татьяны я вижу она в секторе миссии и она как будто бы окно вот то пространство в которое она смотрела и входила чтобы вернуться к сыну она вот так его протирает и она становится как окно ее прошлое весь ее фрактал освобождается светом наполняется хорошо спроси у нее она миссию свою сегодня выполнила полностью да хорошо спроси мы для нее сегодня все сделали да хорошо на благо тогда с Татьяной мы прощаемся от отсоединись от всех от всего да проверяй все пространство вокруг все ли чисто все ли порталы закрыты и будем выходить да все чисто хорошо тогда сейчас я посчитаю от 1 до 3 и ты вернешься в настоящее откуда я с тобой разговариваю 1 2 3 открывай глаза 6 6 7 6